После определенных метаний из стороны в сторону стоимость нефти в целом стабилизировалась вблизи отметки в 110 долларов за баррель. Подобное развитие событий было во многом ожидаемым. В целом никаких новостей, способных повлиять на настроение инвесторов пока нет, а сами участники рынка ждут решения Конгресса Соединенных Штатов относительно налоговых каникул по налогу на топливо. Скорее всего, это станет известно уже сегодня. Однако, даже если Конгресс примет данное решение, это не окажет существенного влияния, так как размер федерального налога по большей части меньше, нежели аналогичных налогов в самих штатах. Конгресс лишь откроет путь к рассмотрению данной меры законодательными собраниями каждого из 50 штатов. Вполне возможно, что точка в данном вопросе будет поставлена уже в понедельник, а до тех пор рынок нефти будет оставаться стабильным. Итак, мы видим, как график цен на североморскую нефть марки Brent замедлил нисходящий цикл, что соответствует нарастающему уровню перепроданности в краткосрочном периоде. В качестве переменной опоры служит район значения 108 долларов за баррель, выше которого был сформирован застой в диапазоне 4 долларов. В данной ситуации удержание цены ниже отметки в 108 долларов за баррель на четырехчасовом периоде может перезапустить короткие позиции, и в этом случае мы увидим последующее снижение в сторону 105-100 долларов за баррель. До тех пор сохранится переменная болтанка, которая вполне может снять с рынка статус перепроданности. Золото вновь пыталось подняться выше 1840 долларов за тройскую унцию, после чего резко обвалилось более чем на 20 долларов. Согласно сигналам технического анализа, золото последовательно наращивает объем коротких позиций, и на это указывает ступенчатый нисходящий ход. Последующий виток из коротких позиций ожидается уже ниже значение в 1820 долларов, который, вероятно, приведет котировку к уровню в 1800 долларов за тройскую унцию. Поводом для этого стали слова Джерома Пауэлла о том, что события на Украине не являются главным драйвером роста цен в США, и инфляция начала заметно ускоряться задолго до февраля текущего года. Глава Федеральной резервной системы также добавил, что на данный момент единственным инструментом в борьбе с инфляцией, имеющимся в распоряжении у регулятора, является ставка рефинансирования и ее дальнейшее повышение. Из чего многие сделали вывод, что уже в ходе следующего заседания Федерального комитета по операциям на открытом рынке ставку рефинансирования повысят на 75 базисных пунктов. И это приведет к еще большему росту доходности государственных облигаций. Инвесторы решили заранее подготовиться к этому событию и стали закрывать часть своих позиций с целью перенаправления финансовых потоков в долговой рынок. Золото стало первой жертвой этих изменений. И учитывая дальнейшие планы не только ФРС, но и ЕЦБ, среднесрочные перспективы золота довольно печальны. Теперь посмотрим на российскую валюту. Вчера доллар в очередной раз опускался до 52 рублей, но затем вновь вернулся в диапазон от 53 до 54 рублей за доллар. Таким образом, пара USD-RUB сформировала очередной застой после обновления локального минимума. В этот раз границы застой – это значения 52.80 и 54.00, в рамках которого и колеблется котировка. Торговая стратегия рассматривает застой в качестве рычага, где удержание цены за пределами той или иной границы на четырехчасовом периоде укажет на последующий ход. Упорные попытки пробить отметку в 52 рубля явно указывают на настроение участников рынка к укреплению позиций рубля. Пока Банк России не начнет активнее смягчать параметры монетарной политики, рубль все же и дальше будет укрепляться.